Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать 108-й псалом. Главная тема этого псалма — солнце согревает землю, и дождь дождит на землю только ради верующих, которые молятся о благо растворения воздухов, о том, чтобы дождь Господь посылал на землю и свет солнца, чтобы тоже не исчезал с небосвода. И народы неверующие, племена неверующие, они этого не осознают. Поэтому они воздают злом верующим за наше добро. Потому что, собственно говоря, мир существует именно благодаря верующим людям. Считается, что этот псалом составлен во время бегства Давида от царя Саула, Шауля по-еврейски, который преследовал его. Этот псалом имеет надписание в конец, псалом Давида по септуагенте и, следовательно, в церковно-славянском. В еврейском тексте надписание управителю, то есть управителю хора от Давида, псалом. И, коль в септуагенте в надписании в самом начале стоит в конец, давайте вспомним о том, что отцы толкуют это так. Значит, в этом псалме есть слова пророческие, которые относятся к последним временам. Вот так надо понимать это слово, сочетание в конец. И мы переходим к чтению самого этого псалма. «Боже, к хвале моей не будь безмолвлен». Действительно, человек опасается, что Бог промолчит, ничего не ответит на наше молитвенное воздыхание. По-славянски это читается как «не примолчи», то есть «не замалчивай», «не оставайся без ответа на наши молитвы и на наше хвалебное пение». Такой смысл в этих словах «Боже, к хвале моей не будь безмолвлен». И давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского «Боже, к хвалы моей не будь глух». То есть здесь не просто «не будь безмолвлен», а «не будь глух». То есть более антропоморфизм здесь присутствует. То есть псалмопевец молится, чтобы Господь прислушивался к молитвам, прислушивался к восхвалениям. И далее как бы объяснение, зачем это так важно. «Ибо уста грешника и уста льстивого открылись против меня, наговорили на меня языком льстива». То есть Давид устал от тех поношений, от тех сплетен, которые были вокруг него. А в чем его обвиняли, когда царь Саул гонялся за ним? В том, что он мятежник, в том, что он злоумышляет против царя. То есть это были чисто такие политические обвинения в том, что он хочет свергнуть царя. И третий стих «И словами ненависти окружили меня, и вооружились на меня без вины моей». То есть без какой-либо вины с моей стороны меня преследуют и хотят убить, как бы говорит здесь Давид. «Вместо того, чтобы любить меня, они лгали на меня, а я молился». Любой человек хочет быть любимым и хочет любить. А те люди, которые лгут на человека, наговаривают на человека, это очень жестокие люди. И от таких людей надо всегда дистанцироваться. Я помню, когда я учился в семинарии, со мной учился один теперешний митрополит в Сибири. И когда мы гуляли, группа семинаристов, если в присутствии этого человека, который сейчас стал митрополитом, позволяли плохо говорить о каком-то другом человеке, он просто затыкал уши и убегал от всей группы семинаристов. Вот такое было правильное отношение к злословию, чтобы оно не осквернило его уши. Тем более он сам никогда не участвовал ни в каком таком злословии. Итак, далее Давид восклицает. «И воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою». То есть он хочет любить и быть любимым, а ему воздают за его любовь, ненавистью и злом. «Поставь над ним грешника, и дьявол достанет, одеснуя его». То есть речь идет о том, который за любовь отвечает злом. О ком же здесь, собственно говоря, идет речь? По апостольскому пониманию вполне возможно, что речь здесь идет об июде, который на любовь Христа отвечал ненавистью и злобой. Он таким образом как бы сам поставлял над собою самого дьявола, и дьявол достанет одесную его. Феодорит говорит, что дьявол станет одесной его, то есть июды, как советник и руководитель июды. В этом смысле. Это толкование Феодорита Кирского. «Когда будет судить он, да выйдет осужденным». То есть тот, кто осуждает, он и будет осужден. И молитва его добудет в грех. Что значит молитва его добудет в грех? Имеется в виду, то есть по греховности молящегося, это объяснение Афанасия Великого, и тяжести греха его молитва добудет недейственно. И даже преступно, как молитва у язычников и у еретиков. Вот почему нельзя молиться с язычниками, с еретиками. Во-первых, их молитва, она именно недейственна. Это с одной стороны. А потом она просто сама по себе преступна. И молитва его добудет в грех. А если кто-то молится там с раскольником, с язычником, с еретиком, он сам оказывается в состоянии такого греха. Добудут дни его краткие, то есть дни июды. И достоинства, имеется в виду апостольское достоинство, по-славянски, епископство, его допримет другой. И мы знаем в книге «Деяния» первая голова, что вместо отпавшего июды был избран другой человек. Но это псалом на гонения со стороны Саула по отношению к Давиду. Но в пророческом озарении Давид видит что-то большее в этих гонениях, в этих преследованиях. «Добудут сыновья его сиротами и жена его вдовой». Это не обязательно означает, что у июды были сыновья, которые стали сиротами, и жена, которая стала вдовой, пусть его погибели. Это эфемизм. То есть не должно быть продолжения у злого человека, потому что все как бы недейственно. Даже молитва его грех, то тем более все остальное. «Скитаясь, да, приселяются сыновья его, сыновья его подражатели июды, и просят, да, будут изгнаны из домов своих». Что значит «просят»? Как бы напрашиваются, потому что таким своим поведением они никакого позитива не вносят в свою жизнь. «Да взыщет взаимодавец все, что есть у него, и чужие, да, расхитят нажитое трудами его, да не будет у него заступника, и да не будет щедрого для сирот его, да будут дети его истреблены, с одним родом, да изгладится имя его, да будет воспомянуто беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его, да не изгладится». То есть продолжение в жизни таких людей, оно очень печально. Собственно говоря, его как бы и нету. Все это прекращается с погибелью этого человека. «Да будут они, то есть по Феодориду и по Зигабену, они — это предки описываемого злодея со своими грехами и беззакониями. «Да будут они всегда пред Господом, и да будет истреблена с земли память их». Что значит «да будут они всегда пред Господом». То есть Господь должен помнить, и Он будет помнить нечестие этого рода. И рано или поздно они будут истреблены с земли, не только они, но даже память о них. за то, что он, то есть как бы родначальник этого предательского колена, не думал оказывать милость и преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его». Здесь опять перенос как бы на царя Саула, который преследовал сокрушенного сердцем Давида. Сокрушенного с греческого «проколотого», «проколотого», «пронзенного», по-славянски «умиленно», «умиленно». То есть сердце как бы пронзенное, умиленно. И возлюбил Он, то есть этот гонитель проклятия, и оно постигнет его, если ты любишь поклинать других, то проклятие придет тебе. В одни Иисуса Христа была такая поговорка «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены». Это из Мишны. И возлюбил Он проклятие, оно постигнет его, и не восхотел благословения, то есть для другого. И оно удалилось от него, то есть оно удаляется от него самого. И облегся Он проклятием, как одеждой, и оно вошло, как вода в утробу его, и как елей в кости его. Поэтому надо опасаться, допускать какого-то злословия других людей, осуждения других людей. Ведь таким образом мы как бы себя ввергаем в подобное состояние. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, его проклятие, и как пояс, которым он всегда опоясывается. Такова участь, такова участь клевещущих. Такова участь. Афанасий Великий и Феодорит предлагают такое решение. Сии плоды пожнут ненавидящие меня, то есть Господа, и предатель. Такова участь. Клевещущих святые отцы объясняют лиц, сделавшихся орудием дьявола, вошедшего в сердце Иуды. И сделавшего бывшего апостола самим дьяволом. Смотрите, Евангелие Теана 6, 70. То есть участь людей, которые злословят других, она ужасна. Но ты, Господи, Господи, твори со мной по имени Твоему. Здесь дважды повторяется имя Господь, которое означает милосердие Божие. И Давид здесь как бы говорит, но ты милосердный, милосердный, то есть Господи, Господи, твори со мной по имени Твоему, то есть и действуй по отношению ко мне, как милосердный. Ибо блага милость Твоя. То есть она несет нам добро, отдохновение, успокоение. Избавь меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое смущено во мне. Как тень, когда уклоняется она, я исчез, я был. Изгоняем, был, изгоняем, как саранча. Как саранча. По-славянски не просто изгоняем, стрясохайся. То есть меня стряхивали, изгоняли с места на место, заставляли перепрыгивать как саранчу. Это объяснение Афанасия Великого и Феотолита Кирского. «Колена мои изнемогли от поста, и тело мое изменилось от елея», имеется в виду от лишения елея, от отсутствия елея. Феодолита и Зигабен дают толкование «от неумощения елеем». Елей – это символ помазания. И когда помазание Божие покидает нас или ослабевает его воздействие на нас, то меняется все, даже тело наше меняется, как здесь мы прочитали. И 25 стих и ниже «И я стал посмешищем для них, они видят меня, видя меня, кивали головами своими, помоги мне, Господи Божий мой, и спаси меня по милости твоей». То есть Давид устал, что он стал посмешищем, что он на нее смотрит и там кивает головами. Да, мы знаем, кто это такой. «Спаси меня по милости твоей», обращается он к Богу. «И да уразумеют, что такова рука твоя, и ты, Господи, соделал это». Пусть они увидят, как рукою своею, ты защищаешь меня, как бы говорит Давид, то есть чем больше они гонят меня, тем больше я возвышаюсь. «Они проклянут, а ты благословишь, восстающие на меня да постыдятся, а раб твой возвеселится». Вот почему сказано, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить, потому что они проклянут, а Бог благословит, они будут гнать, а Бог будет защищать, они будут злословить, а Бог будет утешать. И окончание этого псалма, 29, 30, 31 стих по саптуагенте «Да облекутся клевещущие на меня срамом и покроются как одеждою». То есть тот срам, который возводит на меня, они этим всем покроются как одеждой, стыдом своим. «А я буду громко исповедовать Господу устами своими и среди множества людей восхвалять его, ибо он стал одеснуя убогого, чтобы спасти от гонителей душу мою». И теперь мы посмотрим, как это будет звучать с еврейского языка, 29 по 31 стих, потому что любой перевод показывает несколько другую возможную грань. «Позором оденутся мне враждебные, как плащом себя окутают своим стыдом, благодарить буду Господа очень устами моими, и среди многих восхвалять его буду, ибо он, то есть Господь, стоит справа от нищего, чтобы его спасти от судящих душу его». То есть Господь всегда поддерживает нищих, униженных и оскорбленных, он всегда там, где люди несправедливо обижаемые, потому что он понимает, что иначе они не выживут, если помощь Божия не поспешит им навстречу. Божия Продолжение следует...